Специалисты Министерства труда всё посчитали и решили снизить прожиточный минимум всё, потому что, по их данным, по итогам третьего квартала цены на продукты питания снизились. А динамика такая. Куриные яйца подешевели на 4,7%. Стоимость картофеля снизилась на 12,6%. Свекла опустилась на 13%. Цены на сахар упали на 11%. Цена моркови упала на 18%. А белокочанная капуста подешевела аж на 50%, даже больше. Сейчас спросим, согласны ли с этим потребители. Ну, как бы вот овощи, может быть, подешевели, потому что сезонные. А так, как бы, дорого. Сахар и яйца подешевели. Я что-то не почувствовал, что подешевели. Не чувствуете, что подешевели? Нет. Министерство труда говорит, что многие продукты питания подешевели. В основном овощи... Подорожали. Подорожали? Ну, конечно. Люди не согласны. Ну, куда там против статистики? На официальных сайтах уже можно найти проект приказа. Согласно нему, прожить работающие россияне смогут на 11 942 рубля. Дети на 10 838 рублей. Пенсионерам хватит 9 090 рублей. Специалисты считают, что так подстраиваться по снижению цен не имеет экономического смысла. Главной задачей большинства ведомств у нас, ну, если брать федеральное правительство, является оптимизация разного рода. Это при том, что всем известна, в общем, эта информация открытая о том, что у нас профицит бюджета, причем весьма приличный, на федеральном уровне. Но почему-то помочь, так сказать, населению с доходами не хотят. При этом понижение цен зафиксировано только для овощей и сахара. Некоторые продукты, к примеру, говядина, куриное мясо, молоко, сливочное масло, наоборот, подорожали. При изменении прожиточного минимума россиян этой статистики, видимо, не учли. Так что в этом смысле для наших вынужденных вегетарианцев ничего не изменится. Отношения пенсионеров с мясом такими же и останутся. А вот смогут ли они себе при нынешнем прожиточном минимуме позволить лишнюю букву хлеба? Это уже вопрос. Андрей Дрейер, Андрей Печеркин. День с толком.